День физкультурника Ну мы люди довольно-таки традиционные, поэтому лозунг у нас остался прежний, он идет своими корнями в тысячелетия Древней Греции, когда здоровое тело возводилось в абсолют, поэтому и мы также считаем, что в здоровом теле здоровый дух Ну лозунг по-прежнему актуален Да А скажите, как будет отмечаться День физкультурника в Архангельске? Каких мероприятий ждать архангелогородцам? Я хочу сказать, что в этом году День физкультурника пройдет у нас на новом уровне, потому что новые свежие течения в жизни физической культуры у нас туда вливаются У нас в этом году в планах проведения не только традиционных мероприятий, которые проходят у нас на стадионе труд День физкультурника Плюс у нас к тому же проходит серсийское мероприятие по уличному баскетболу тут же на этом же стадионе У нас День физкультурника 9 числа, в 9.45 открытие И сразу после открытия в 10 часов у нас начнется непосредственно тестирование проведения этой акции Каждый житель города Архангельска, да и не житель, гость города Архангельска может прийти и свои силы померить, может быть, как сказать Произвести тестирование возможностей, и уже когда в будущем году у нас нормы ГТО станут повседневностью, я считаю Он сможет смело начать сдавать эти нормы и получить в будущем какой-то определенный значок бронзовый, серебряный, золотой Скажите, в северном округе Архангельска, как известно, продолжается строительство нового стадиона, как идут работы? Ну, работы не затихают ни на минуту, я могу сказать Уже идет асфальтирование спортивных площадок, подготовка их для специального резинового покрытия искусственного В настоящее время проводится аукцион на приобретение футбольных полей, непосредственно которые искусственные будут постелены на стадионе Я думаю, что пока никаких опасений не возникает, что к 1 ноября строительство стадиона будет закончено Ну вот не за горами и 1 сентября, близится новый учебный год, как спортивные школы Архангельска к нему готовятся? Активно У нас в течение всего межсезонья идут капитальные ремонты, текущие ремонты Мы подготовили все теплосистемы учреждений для осенне-зимнего периода У нас отремонтированы все спортивные залы Что-то будет новенькое То есть ребят, которые придут, ждет определенный сюрприз во многих школах То есть у нас появляются новые спортивные объекты Какие-то объекты мы модернизировали, причем довольно-таки сильно То есть у нас и новые хоккейные коробки У нас новые площадки с искусственным покрытием уличные У нас в залах появляется новое покрытие Мы с 1 сентября открываем новые спортивные клубы Так что я думаю, мы сможем удивить и хорошо порадовать в этом отношении горожан Ну и продолжая учебную тему А как вы считаете, в школах достаточно проводится урок физкультуры, каких-то спортивных занятий? Ну, общеобразовательных, да Тут даже возникает определенная коллизия Что три урока физкультуры сейчас обязательны для проведения в школах И я считаю, что для именно основ это вполне достаточно Именно вот физическая активность для общеобразовательной школы Тот, кто чувствует в себе силы, для этого есть спортивные школы Для этого и существует эта сеть спортивных школ, детских спортивных Школы Олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, которые есть в Архангельске Которые готовы принять всех, кто хочет уже чего-то большего, чем просто урок физкультуры А как вообще развить в детях вот эту любовь к спорту и здоровому образу жизни? Детях не надо ничего в этом плане развивать Главное вовремя подхватить Потому что дети сами по себе очень активны В них это живет Просто нужно в каждом ребенке найти тот вид спорта, который для него Не ошибиться Это называется у нас в каждой школе, я считаю, достаточно профессиональные тренерские кадры И если они придут, то и вас не примут на какой-то вид спорта Вам обязательно порекомендуют какой-то другой вид спорта, для которого вы больше подходите И возможно это поможет ребенку не ошибиться и получать удовольствие от занятий физической культурой и спортом Может быть поможет и собственный пример положительный, да? Ну конечно, у нас многие дети приходят в спорт от родителей То есть когда-то родители занимались Очень многие приходят, когда у нас возникает какая-то популярность определенных видов спорта Этому способствуют телепередачи Этому способствуют наши знаменитые земляки-олимпийцы Когда ребята видят, что вот такие-то успехы, что по телевидению показывают Это тоже определенный статус И у нас всплеск обычного интереса именно к определенным видам спорта Ну и самое главное, это любовь к семье То есть если семья, это активный образ жизни Если родители хорошо относятся к спорту и понимают всю необходимость занятия ребенком Хотя бы даже на начальном уровне То есть вот именно прийти в спортивную школу, даже без мысли стать олимпийским чемпионом Хотя все равно какое-то стремление, какие-то амбиции все равно должны быть Ну и возвращаясь к теме, о которой вы уже упомянули Это сдача норм ГТО С сентября в школах будет сдача нормативов среди учащихся А в будущем придется сдавать эти нормы уже всем без исключения Как в Архангельске вообще будет организована эта работа? Ну я хочу сказать, что тут немножко поправить вас Мы с 1 сентября не будем сдавать нормы ГТО Мы пока будем с вами в рамках определенных мероприятий тестировать определенные упражнения Определенные нормативы, которые сдаются по нормам ГТО Когда будет принята полностью программа развития и внедрения норм ГТО в общество В том числе образовательные школы Тогда повсеместно мы это начнем делать Я хочу сказать, что в Архангельске есть замечательная программа Она называется физкультура, здоровье и спорт Она принимается уже довольно-таки значительное количество времени Периодичность у нее 3 года И в нее мы закладываем проведение всех мероприятий, которые проходят на территории города Архангельска В нее будет со следующего года включено и тестирование, а в последующем и сдача норм ГТО Я думаю, что город Архангельск справится с поставленными задачами Потому что ребят спортивных очень много, очень большое количество И даже вот сейчас, когда мы проводим акцию просто тестирования Без выдачи значков, без всего Просто чтобы люди поняли, что такое, ну вспомнили, что такое нормы ГТО Уже огромное количество желающих Причем вне зависимости ни от возраста, ни от ранга, который человек этот занимает Я думаю, что горожане по-хорошему нас порадуют в эту субботу Причем, что мы знаем, что ждет нас хорошая погода А в день физкультурника я могу вам сказать, что хорошая погода это 50% успеха Давайте еще раз напомним нашим горожанам, что праздник состоится в эту субботу В эту субботу в 9.45 произойдет торжественное открытие И в 10 часов начнутся все мероприятия дня физкультурника Они продлятся до 3 часов В 3 часа у нас состоится финал Кубка города по футболу Где встретятся команды Рома и команда регион лес Еще раз всех приглашаем на праздник Андрей Рафаилович, спасибо вам за беседу Спасибо, что пришли к нам Гостем программы в центре внимания был начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Гебадуллин А те, кто по каким-то причинам не сможет прийти на стадион Стоит включить телевизор, найти кнопку телеканала ПС в кабельной сети АТК Или открыть портал Правда Севера в интернете и присоединиться к празднику 9 августа, начиная с 9.45, телеканал ПС будет транслировать День физкультурника в прямом эфире Не пропустите, здоровым быть не только полезно и приятно, но и выгодно Субтитры создавал DimaTorzok